Харьков. Вторую неделю в эпицентре дорожных скандалов. Не успел город отойти от ДТП с Еленой Зайцевой, как сегодня всплыла еще одна новость. Водитель, который 9 лет назад в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 6 человек, сегодня снова пойман за рулем нетрезвым. Произошло это еще в августе, но известно стало только сейчас. Сегодня ему объявили о новом подозрении. Все обстоятельства выяснила Светлана Шакера. Красный Митсубиши патрульные остановили 24 августа. Автомобиль вилял и постоянно пересекал разметку. Вот видео с регистратора патрульных. По требованию копов Митсубиши останавливается. К полицейским подходит мужчина в шортах. Пройти тест на алкоголь на месте водитель отказался. Материалы передали в суд, там подняли личное дело. Оказалось, Андрей Полтовец условно досрочно освобожденный за ДТП 2008 года, когда погибли 6 человек. Отсидел 7,5 лет и за хорошее поведение вышел на свободу. Но вот садиться за руль не имел права. По решению суда Полтовец заплатил штраф. 10 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде. За то, что сел за руль раньше положенного, ему грозит год тюрьмы. Сам Полтовец говорит, мол, чинил машину жены и проехал всего 2 метра. В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. На предыдущий день принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. В ближайшее время Полтовцу изберут меру пресечения. Это может быть домашний арест или залог. Даже после ДТП со множеством жертв харьковские водители не стали более дисциплинированными. Пользователи Фейсбука разместили вот это фото. На том же перекрестке, где в прошлую среду погибли 5 человек, Мерседес снова едет на красный свет. Позавчера бывший сотрудник прокуратуры, изрядно пьяный, на своем БМВ протаранил Славуту. Двое людей в тяжелом состоянии в реанимации.